привет всем ребят это очередной обзор от интернет-магазина шик сегодня я покажу вам модельку которую мне дали уже давно все никак не было времени вам ее показать это новинка всем известного бренда TCL раньше назывался Alcatel был французским брендом но позже китайцы его выкупили сейчас она называется TCL много моделей мы уже с вами видели Idol X он же S950 Idol X Plus и так далее эта же моделька называется TCL 3S либо она имеет второе название M3G чем она примечательна ребят при цене в районе где-то 150 долларов поставляется в такой вот коробочке вы видите что она имеет 2 гигабайта оперативки 16 гигабайт встроенной памяти поддерживает все стандарты связи 4G FDD LTE наша 3G WCDMA все остальные китайские 7A2000 даже поддерживает 2G связь то есть обычную связь имеет при этом Snapdragon 615 8 ядерный также необычная новинка в нем 5 дюймовый дисплей это понятно разрешение FullHD 1920 на 1080 13 мегапиксельная спереди 8 мегапиксельная сзади камера ой наоборот 13 сзади 8 спереди несъемный аккумулятор на 3050 ампер миллиампер часа то есть 3 ампера полных видите поставляется в такой коробке здесь у нас прячется шнурок USB здесь зарядка телефон выпускается в двух цветах вот такой вот темно-синий как мы сейчас посмотрим еще есть белый белый тоже были сейчас к сожалению я уже отправил все красивый белый цвет мне нравится я наверное брал бы белый себе зарядка вот такая вот полтора ампера то есть довольно таки сильно по сути за два с хвостиком часа должна зарядить ваш аппарат полностью так ребят переходим к самому устройству выглядит вот так вот сзади крышка видите такая серовато-синяя темно-синего цвета приятно сделано под металл пластик вот такой вот шероховатые видите сейчас попробую показать вам очень хорошо выглядит вообще рука не скользит удобно надпись тесель переливается довольно таки красиво сделано вспышка ну в принципе все все сделано из пластика внизу ребят два отверстия под динамик сделано видите симметрично по сути работает только вот этот один динамик один здесь микро usb выход с этой стороны кнопка включения кнопка громкости и сверху у нас разъем под наушники все с этой стороны больше ничего не весит он примерно 130 граммов кому интересно снимаем я этот обзор сейчас на мезо м2 ноут то есть если все хотите узнать больше мезо м2 ноут о качестве снимаемого видео то посмотрите этот обзорщик и увидите нравится не нравится чем примечательным еще аппарат ребят он примечательным тем что имеет сканер сетчатки глаза айпринт это такая довольно таки популярная у тсел фишка используют они ни в одном смартфоне не скажу сразу по прошивке сможете зайти на 4п до официальные прошивки на этот аппарат поставляться только с английским и китайским языком это официально лёва модификация лёва android 5.1 неофициальный вы можете циоген мод скачать есть мультиязычный без проблем и миу и 6 даже уже есть на неё моки и ос то есть уже куча всего на 4п да я ничего сюда не ставил по умолчанию как китайцы отдали мне его в руки просто здесь установлен play market и куча барахлишка ответьте по батаре сэвид и так далее смотрите телефон центральная кнопка не подсвечивается естественно как у meizu и у zte потому что это запатентованная фишка но довольно таки прикольно подсвечивается видите точечками кнопки кнопки расположены необычно кнопка назад видите с другой стороны в отличие от других смартфонов обычно находится здесь и кнопка меню вот здесь вот эта функция выполняет функцию домой вот такая вот прошивочка но это скорее скорее всего локализированная потому что до локализирована потому что выставлен русский язык но по сути русский мало где присутствует потом я перепрошу я на какой-нибудь скорее всего циоген мод и все будет классно видите русский язык есть половина переведена меньше половины все остальное нет но тем не менее если у вас был хоть один телефон вы знаете где что искать я думаю вполне справитесь с официальной прошивкой android 5.0 64 бита tcl m3g версия 3.1 qualcomm xialon xialon это по-китайски маленький дракон то есть snapdragon это то же самое 615 8 ядер 2 гигабайта оперативки 16 встроено 5 дюймов экран ips адрена 405 ускоритель 3050 батарейка 13 8 камеры вот такая вот менюшка стандартная некоторые пишут на первой прошивке подтормаживает здесь вроде все нормально пользовался этим аппаратом примерно два дня довольно таки активно при этом зарядил его один раз заряжал по истечению первого дня потому что много чего сюда ставил поэтому пришлось зарядить по сути знаю что это snapdragon стоит чипсет зарядки вам будет хватать 3000 батарея ну полтора дня это супер активного использования если нормально так звонить писать смотрите интернет сильно не пользуется на два дня должно хватить ответить при свайпе до упора сюда стоит какая-то китайская программка надо будет ее уничтожить позаниматься по нагреву при зарядке при тяжелых игр каких-то нагревается от примерно в этой части чувствуется тепленько ну принципе как и все телефоны на снэпе поэтому ничего необычно здесь индикатор уведомлений здесь есть давайте я сейчас подкинем зарядку видите загорелся индикатор также он будет у вас гореть на смс звонки и так далее давайте дальше посмотрим звонилка стандартная вот такая вот но опять же не забывайте что телефон не прошит на нормальную русскую прошивку вот так вот что еще по смс если печатать русская клавиатура естественно без проблем устанавливается то есть тут сможете делать все что хотите телефончик в руке сидит приятно если вам не нравится 5 5 дюймов как некоторые называют лопатами то этот аппарат станет достойной заменой например тому же вашему силами 2 видите по сутки ну немножко больше но экран будет конечно побольше значительно потоньше телефончик станет намного по задней крышке здесь есть у нас зацеп под ноготь снимается легко вот она наша встроенная батарейка tcl m3g ну и наклеечка вот видите тут проклеена термоклёночка чтобы не скрипел и для отвода тепла немножко сюда на пластик карты микросим две штуки вставляйте сюда и сюда и слот под micro sd карту все в принципе больше здесь смотреть не на что закрываем его по сборке давайте погашу кнопки нигде ничего не лифтит не скрипит крышка также садится идеально только видите немного подрагивает как будто вот слот под карту памяти ходит немного туда-сюда но насчет скрипов люфтов нигде ничего нет экранчик тоже сидит идеально углы обзора очень хорошие цвета не искажаются но IPS экран есть IPS экран и принципе довольно таки неплохо видите здесь немного необычная шторка вы поднимаете открывается снизу вот так вот не сверху а снизу по экрану вот максимальная яркость выглядит очень даже достойно по солнцу когда ходишь на солнечном дне то яркости хватает с головой на максимум никогда не ставил минимум вот и если я не ошибаюсь сейчас посмотрим если тут режим night mode нет здесь нету по моему есть в другом месте на минимальной яркости видите тоже довольно таки неплохо ночью можно читать но если не ошибаюсь все таки night mode здесь есть сейчас еще давайте зайдем в настройки bluetooth momada то есть это тот же ходкнот который позволит вам передавать устройство от одного к другому типа nfc локскрин кейс статус бар сама то сенсор smart тоже smart ответ все остальное то есть сенсорное управление жестами вашего телефона это все сможете настроить по gps gps идеально работает как на любом снап драгоне без проблем вообще спутники ловит моментально даже если только запустили первый раз где-то за полминуты без интернета даже быстрее схватит очень быстро так это мы с вами посмотрели это быстрый вход настройки так давайте перейдем непосредственно камера камера как я вам скажу похуже на рабу чем на м2 ноут но мне понравилось с учетом стоимости этого телефона в районе 150 долларов плюс-минус телефончик очень даже ничего вот смотрите в движении мне не понравилось как он снимает практически в темноте видите робота снял довольно таки расплывчато не сфокусировался или что я не знаю здесь немного получше но все равно вот как снимает фронтальная камера в принципе рассмотреть все можно но название 8 мегапикселей я бы сказал многовато для нее по сути там наверное пятерка с интерполяции но снимает неплохо только если вы находитесь солнце светит например сзади видите в тени нужно будет подольше немного подождать чтобы сфокусировалась камера вот как бы практически идеально для скайпа для всего остального вам хватит теперь переходим к основной камере основная камера мне понравилась за свои деньги она отрабатывает целиком и полностью вот такие вот снимки получаются покажу я вам вы посмотрите сами я не особый фанат там супер каких-то камер но скажу по этой камере что она мне понравилась потому что если вы покупаете телефон то камера я должна снимать нормально и макросъемку и обычную дамы не таскать с собой фотоаппараты и так далее видео вот вам снял маленькое я не знаю да уж высоко так у до 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 Видите, при изменении цвета довольно-таки быстро сенсор камеры реагирует, практически моментально осветляется, когда из светлого в темное место, из темного в светлого и наоборот. В принципе, вот так, ребят, сейчас еще посмотрим пару фоток не отсюда, а нормально на улице я фотографировал. Это тоже не на улице, в помещении. Вот на улице я фотографировал, видите, вывеску, на каком этаже, какой офис. Нормально можно прочитать издалека все. Семна, CGM, China. То есть все тут можно прочитать довольно-таки неплохо. Ну, а так снимки, если поймать фокус, все получается нормально. Вот при искусственном освещении, видите, камера довольно-таки мылит сильно. Это в подземном паркинге сделано фото, видите, уже тут тяжелее становится. Вот на улице в тени, но это прям светит солнце в камеру, снимок неудачен. Сейчас еще покажу, где это я вам фотографировал на улице. Темный день после дождя. Довольно-таки неплохо, видите, и номера машины все можно разобрать. Неплохо, камера мне понравилась за свои деньги. И она отрабатывает целиком и полностью. В ночное время суток, вот я вам сфотографировал. Вот здесь вот вспышка немного хуже работает, чем на Meizu. Но целиком и полностью довольно-таки неплохо. Так, смотрим дальше. Это тоже ночью сфотографировал, ну, нормально. Так, смотрим дальше Antutu. Antutu пока запущу, поставлю на паузу, посмотрим дальше. Так, все. Начинается видеотест, поэтому решила отключить. Посмотрите поближе. Естественно, ребят, телефон, когда вы получите, нужно будет настроить под себя и для начала определиться. То ли вы используете официальную англо-китайскую версию пока на данный момент, то ли поставить русскую, какую-то кастомную. Потому что, естественно, русские будут официальные прошивки, но с какого-то локализованного под Россию телефона. Он будет называться не 3S, а как-то немножко по-другому. Поэтому здесь проблемы никакой нет. Будет все на русском, все можно настроить под себя, удалить китайские программы. Я это, например, и наш магазин все это делает без проблем. И человек сказал, мне нужна такая-то прошивка. Это делается все за 10 минут и отдается человеку с учетом его пожеланий и с программами, установленными именно под него. По графике видите, что довольно-таки достойно ведет себя аппарат. Набирает практически 30 тысяч. 29 860. Ну, все зависит от прошивки, от того, что здесь Android 5, от оптимизации и так далее. По всему вы сможете почитать, что нравится по тех характеристикам. Вроде бы мы все проговорили. NFT нету, но здесь есть мемы, да. И по датчикам, видите, есть практически все, кроме четырех, которых нету фактически нигде. Кнопочки подсвечиваются, что интересно довольно-таки. Экран, давайте пробегимся. Экран нормальный, мне нравится. Нигде там ни желтит, ни синит. Опять же-таки на любителя. Возможно, вы увидите, что какой-то из цветов вам не сильно нравится. Но вроде бы нормально, засветов особо нигде нет. Мультитач, видите, на пять касаний. Шестое уже не воспринимает. Так, дальше, ребят, смотрим. Заходим в настройки. И... Так. Lockscreen. Нет, не оно. Security. Screen Lock. Также вы можете, видите, зашифровать телефон. Тут почитайте. Вы можете зашифровать ваши аккаунты, данные, приложения и так далее. Но зарядите телефон. Это может занять час или больше. Можно полностью зашифровать, чтобы никто ничего делать не смог. Но я думаю, этим заниматься особо не стоит, если вы там не какой-то James Bond. Потому что потом, если вдруг что-то, вы уже не расшифруйте их. Ключ, скорее всего, используется шифровальный, довольно-таки внушительный. Screen Lock. Никакой TCL Swipe, Pattern, Pin или I-Verify. Вот он, сканер сетчатки глаза. Нажимаем I-Verify. Создаем переназначить. И вот он, видите, просит мои глаза. Следуйте за целью. Следуем. Следуем. Прекрасно сделано. Готово. Как вы хотите разлочить, если I-Verify не узнает вас. Ну, давайте хотим пином. Раз, два, три, четыре. Окей. То есть, вдруг, когда эти глаз вас не определит, тогда вам нужно будет как-то открыть, все-таки телефон разлочить. Все, готово. I-Verify включено. Все, смотрите, ребят, теперь телефон залочили для разлочки. Он запросит ваши глаза для скана. Оп, готово. Тестировал я эту функцию неоднократно. Действительно, она работает, чужие глаза она не пропустит. То есть, все-таки, будет открываться только для вас телефон. Единственное, что лучше создавайте отпечаток глаза для I-Verify, ну, в каких-то там условиях, в которых подумайте. То есть, если вы будете создавать ночью, то, мне кажется, значительно дольше будет разблокироваться экран, потому что освещение и так далее все-таки влияет на скорость распознавания вашего глаза. Вообще, штука прикольная, конечно, для интереса, для баловства. Ну, и просто, если хочется вам заблокировать телефон, что, кроме вас, никто сюда не залазил, то использовать ее можно. По сути, это аналог, например, на Meizu, на других телефонах отпечатков вашего пальца. Здесь глаза. По OTG-функции. Естественно, она здесь работает, как иначе, без вопросов. Просто подключайте флешку, либо кардридер с картой памяти, и все будет нормально работать. Так. Заходим в File Manager. Видите, звук идет только из этой дыры. Естественно, никакого стерео здесь нет. Это просто для красоты сделано. Хоть левый канал, хоть правый. Результат один. Ну, естественно, по сути, телефон бюджетный. Что вы хотите от него ожидать? Ничего тут сверхнеожиданного вы не увидите. Посмотрим, что найдется, и узнаете, что дало вскрытие Лора Паула. Оу, так же мы поговорим с мистером и миссис Паулом. Ну, давайте дадим ему пару дней, чтобы они совладали с горем. Так, весь наш день. Звук довольно-таки громкий, хоть и один динамик стоит. Так, снимал я видео на камеру, пока не забыл. Смотрите, снимает видео довольно-таки неплохо. Вот это на максимуме, это поменьше. В кармане вы должны его услышать без проблем. Субтитры сделал DimaTorzok В принципе, все, ребят. Уже 26 минут я вам снимаю. Это необычно долго для меня. Я думаю, первичное впечатление вы в телефоне получили, поняли все. По вызову, симку вставляешь без вопросов, и вас слышно, и вы слышите все хорошо. То есть, проблемам со звуком, и с внутренним, и с внешним никаких здесь нет. Телефончик довольно-таки интересен. Но, к сожалению, белый я уже для вас не сохранил. Остались только такие цвета. Белый выглядит тоже очень красиво. Кто любит белый цвет, скорее всего, купит белый. Спасибо вам за внимание. Все, до встречи.